Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги «При мудрости Иисуса Сына Сирахова», 42 глава. 41 глава закончилась увещаниями стыдиться и перечислением тех жизненных соблазнов, тех обстоятельств, от которых надо всячески отгребаться, оберегая душу свою. А в этой главе, в ее начале, указание на то, чего стыдиться не надо, а напротив, к чему надлежит юношеству всячески прилагать сердце свое. Не стыдись вот чего, и из лицеприятия не греши. То есть, не ошибись по желанию угодить людям. Есть возможность и условия для впадания в грех. А ты лучше послушай, о чем учит дух, с тем, чтобы не ограничивая себя, а напротив, всячески поощряя, в направлениях которых я тебе скажу, развиваться. Не стыдись точного исполнения закона Всевышнего и завета и суда, чтобы оказать правосудие нечестивому. Всякие слова Божьи являются как гвозди, вбитые, как ясные и неподвижные камни. Не стыдись быть на них опертым, не стыдись на них опереться всеми силами души твоей. Это благонадежная опора. Не бойся ссылаться на них всегда. Не будь малодушен в уповании на Слово Божие и на исполнение Его заповедей. Споры между товарищем и посторонними и предоставление наследства друзьям. Не будь по лицеприятию на стороне неправды, даже если это товарищи твои, выдвигающие против посторонних свои незаконные требования. Суди по совести между людьми и между пришельцами, еще по закону Моисееву требует этого Господь. Не стыдись точности в весах и мерах, много ли, мало ли приобретаешь. Очень часто свою невинность в отношении заповеди не укради, люди оправдывают и чувствуют в связи с тем, что берут немного. Если бы я много украл, то это, может быть, и подходило бы под нарушение заповеди. Но напоминает нам мудрый наставник, что дело не в количестве, а в самом способе приобретения благ. Иное дело трудом в поте лица своего, иное дело способом бесчестным. Без пристрастия не стыдись в купле и продаже и строгого воспитания детей. И окровавить ребро худому рабу. И так наказанием тоже есть место. Не стыдись, будто дело какого-то недостойного своей строгости, своей последовательности воспитания детей. Для великой пользы их прилагается строгость родительская. Ну и наказание бывает полезно для худого раба. Человек, не исполняющий своих обязанностей, если не телесных наказаний, то каких-то иных внешних ограничений непременно достоин для того, чтобы ему самому не было повода развиваться в своем нечестии. При худой жене хорошо иметь печать, и где много рук, там запирай. Худая жена, это не склонная к хранению верности и потрудиться над тем, чтобы какими-то ограничениями ее свобод не допустить ее падений и измены, и позора на свой дом, вовсе не постыдное дело, зная, что спутница жизни твоей склонна к неумеренному веселью и к вниманию людей и мужчин посторонних лежит таковую держать в особой строгости, не давая ей повода в отдалении от мужа осуществить греховное расположение сердца своего. И где много рук, там запирай. Тоже не стыдись замков, которые ты навешиваешь в своем хозяйстве, поскольку бесхозяйственное и небрежное хранение ценностей становится соблазном для тех, кто ищет легкой наживы. А где много рук, там за всеми не усмотришь. Потому лучше запирать без всякой по этому поводу скромности. «Если что выдаешь, выдавай счетом и весом, и делай всякую выдачу и прием по записи». Как много сейчас наших современников огорчены невозвращением долгов, неисполненными обязательствами. А тогда, как заходит разговор о юридических требованиях, о подаче соответствующих заявлений, то оказывается, что поверили на слово. Не стыдись заключить договор и утвердить его на бумаге и всеми необходимыми печатями. Это поможет твоему коллеге не соблазниться легкой наживой и возможностью не исполнять свои обещания. Помоги окружающим тебя людям пребывать в порядке, который установлен Богом и требуется со стороны совести человеческой. А для этого вовсе не стыдись. Все выдавать не возьми там сколько душе угодно, потом отчитаешься, но четко и мерой выдать, твердого отчета потребовать и все осуществлять по записи, чтобы не было потом недоумений и недоразумений. Не стыдись вразумлять неразумного и глупого и престарелого, состязающегося с молодыми. Мы уже слышали не раз от мудрого наставника, что нехорош тот, кто мудрость свою утаивает. И ныне, находясь в окружении людей не только разумных, но и безрассудных, вовсе не постыдно слово разума, слово разумления и просвещения предлагать окружающим. И когда престарелый состязается с молодыми, как много огорченных до слез родителей приходят на исповедь сознанием того, что они сами зря погорячились, и, видя молодого и необузданного, переживая за него, но при этом и страдая от обиженности на его, какую-то непочтительность, сами в отношении с ним доходили до ссор и криков, и слез, и брани, а потом горько жалели об этом, именно потому, что не нашлось рассудительного человека, который притормозил бы такого великовозрастного спорщика и уберег бы его от ненужных словесных состязаний. «И будешь истинно благовоспитанным, и заслужишь одобрение от всякого человека». Дочь для отца. Дочь для отца. Тайная постоянная забота. Это и в русской литературе отражено в крылатой фразе, что за комиссией создатель быть взрослой дочери отцом, и попеченье о ней отгоняет сон. В юности ее как бы не отсвела, а в замужестве как бы не опротивила, в девстве как бы не осквернилась и не сделалась беременной в отцовском доме, в замужестве, чтобы не нарушила супружеской верности, и в сожительстве с мужем не осталась бесплодною. Вот расставлены все точки над «и» в деле воспитания дочерей, беречь их невинность и целомудрие, пока не в доме отцовском, чтобы не навлечь великого позора на дом, в супружестве достойного служения и благоговейного и верного с мужем пребывания, и многочадия, которое есть образ Божьего благословения, обо всем этом прилагает попечение любящий отец. Над бесстыдную дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчую в городе и упреком в народе, и не осрамила тебя пред обществом. Если ты почему-то ленишься, то испугайся о той худой славе, о том унижении, который принесет в дом твой дочь, о которой не прилагал ты достаточного внимания. Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин, ибо как из одежд выходит моль, так от женщины лукавство женское. Не всякая женщина лукава, но есть нечто в женской природе, уязвляющее мужскую и порабощающее, и делающее ее слабой. И это надлежит знать и помнить, что некоторым образом, хоть и установил Бог, по словам святителя Феофана, стремление полов друг к другу, и в этом-то и греха нет, но тем не менее бдительный не распускается, не расслабляется. И помня о том, что он не в среде собратьев своих, но среди пола иного, всегда пребывает в особой бодрости, внимании сердечном, стремясь не глазами своими, не ушами, не тем более сердцем своим, не увлекаться теми особыми энергиями, которые исходят из женского общества. А иногда в них много и особой хитрости, разгадать которую не по силам уму мужскому. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Невозможно воевать с теми, кто своей лаской внешней, однако устраивает ловушки и сети для мужчины. Лучше воевать с открытым злым противником, мужчиной, который ненавидит тебя, и в соответствии с его ненавистью, и ты вооружаешься оружием против него. Здесь все очевидно. А вот усмотреть за женской лаской, женское лукавство и коварство бывает непросто. Поэтому вот эту очевидную борьбу автор наставления ставит легче, более легкой, чем противостояние с женским лукавством. Воспомяну теперь о делах Господа и расскажу о том, что я видел. По слову Господа явились дела Его. Сияющее солнце смотрит на все, и все дело Его полно славы Господней. И святым не предоставил Господь провозвестить о всех чудесах Его, которые утвердил Господь Вседержитель, чтобы вселенная стояла твердо во славу Его. Образ славы Божьей солнца, оно полно славы Господней. Оно предельно ярко, светло, и все делает светлым вокруг себя. Но помни, что не можешь ты взойти к познанию всей меры славы Господней, ибо даже и святым даровано только отчасти. Он, Господь Содержитель, проникает в бездну и сердце и видит все изгибы их, ибо Господь знает всякое веденье и прозирает в знаменье века. Богу свойственен не только разум и не только премудрость, но и веденье, сообщает нам богодухновенный наставник. А веденье — это значит, Богу вполне известен. Он Сам, вполне известно Его творение, и вполне известно все, что касается их взаимодействия, нетварного Бога и тварного мира. И самая глубина сердца человеческого доступна Ему. Возвещая прошедшее и будущее и открывая следы сокровенного, не минует Его никакое помышление и не утаится от Него ни одно слово. Этими словами мудрый наставник напечатлевает в сердце нашим страх Божий. Только тот, кто забывает о том, что сотворивший весь мир всюду и пребывает, ни с чем не смешиваясь, и в самое сердце наше проникает очами своими светлейшими тысяч солнца, таковый становится очень разборчивым и в тех словах, которые произносят, и в тех мыслях, которые лелеет, и уж тем более в тех делах, которые совершает. Он устроил великие дела своей премудрости и пребывает в века, пребывает прежде века и вовек. Он не увеличился и не умалился и не требовал никакого советника. Это слова о божественной неизменяемости. Неизменяем Бог потому, что не может стать менее тех совершенств, которые в нем пребывают, и более их стать невозможно. Как вожделенны все дела его, хотя мы можем видеть их, как только искры. Все они живут и пребывают вовек для всяких потребностей, и все повинуются ему. Все они вдвойне, одно напротив другого, и ничего не сотворил он несовершенным. Мы уже помним о том, что в мире, в котором оказалось человечество после грехопадения, хватает как благ Господних, так и случаев для испытания верности человека Богу, зол различных и многообразных. И всякое дело, уже говорил нам премудрый наставник, всякого дела у Бога по два, одно напротив другого. И надлежит рассуждать, где уклоняемся мы к свету, а где склоняемся к тьме. И таким образом постоянно надлежит человеку быть в рассудительности и соблюдать опасность своего хождения. Блюдите, как опасно ходите, не якоже немудрии, но якоже премудрии. Не хватает быть просто рассудительным, надо проницать в Божию мудрость, надо умом своим устремляться к самому источнику благ, чтобы достойно преодолеть путь земной, полный искушений и соблазнов. Одно поддерживает благо другого, и кто насытится зрением славы его. Но во главе мыслей своих всегда надлежит иметь славу Божию, славой Божией и милостью Его. Мы призваны из небытия в бытие, прославлению имени Господня должна быть посвящена жизнь наша, и тогда и граница смерти будет лишь переходом к новому и светлейшему, и еще более широкому способу и возможностям прославлять имя Господне, что и совершают бесплотные ангелы. О чем говорил Феофан Затворник, мы должны быть похожи ангелам. Они, как существа святые, бесплотные, непрестанно приносят Богу жертву хваления, а нам же, для того, чтобы войти в их хор и присоединиться к ним в вечности, надлежит ныне, в днеземной жизни, непрестанно приносить Богу жертву самоукорение. Субтитры создавал DimaTorzok